В январе 2024 года в состав Северного флота вошла большая дизель-электрическая подводная лодка Кронштадт. Характеристики ДПЛ проекта 677 LADA. Длина 66,8 метра. Водоизмещение надводное 1765, подводное 2650 тонн. Экипаж 35 человек. Мощность главного грибного электродвигателя 4100 л.с. Предельная глубина погружения 300 метров. Дальность подводного плавания экономической скоростью 1200 километров. Полуторакорпусная конструкция проекта 677 позволила уменьшить водоизмещение и размер подлодок в сравнении с двукорпусными варшавянками. Вооружение проекта 677. 6 533-мм торпедных аппаратов, в боекомплект которых входит 18 торпед или ракет комплекса калибр ПЛ или мины. На головной подлодке ракетный комплекс калибр ПЛ отсутствует. Также в состав вооружения входит переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» или «Верба» для использования в надводном положении. Дальность противокорабельных ракет свыше 300 километров. Дальность ПЗРК 6 километров. Дальность ПЛО 50. А крылатых ракет до 2600. Дата контракта на головную подводную лодку мне неизвестна. Строительство двух первых серийных было приостановлено и на возобновление строительства по скорректированному проекту было заключено два контракта. Первый в 2013 и второй в 2014. В 2019 году был заключен контракт на две подлодки, также по скорректированному проекту. А в 2020 еще на одну. Строительством подводных лодок проекта 677 занимаются только адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге. К началу 2024 года ВМФ России получил две подводные лодки проекта 677. Возможно, головную подлодку вывели из состава ВМФ, однако официального подтверждения этой информации нет. Одна подводная лодка была спущена на воду в 2022 году. Еще две подлодки были заложены также в 2022 году. Посмотрим на темпы строительства дизель-электрических подлодок. Время от закладки до спуска на воду у первых серийных после перезакладки составило 6,5 лет. К началу 2024 года две лодки проекта несут службу на Северном флоте. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!